Мишна, Рошашана, трактат Новый год. Мы с вами находимся в 9-й Мишне. Вернемся немножко. О чем мы говорили вчера? Известный махлок и до арабии Ишуа, Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль, пришли два свидетеля и сказали, свидетельства объявили довольно сложные, что будто видели и утром, и вечером. Мы знаем, что такие свидетельства не могут быть кошерными. Их называется левсоль, их выбрасывают в корзину. И арабий Ишуа не принял такое. Нет такого. Луна бывает либо вечером, либо утром. А Рабан Гамлиэль сказал, нет, в этом свидетельстве есть правда. Это не лжесвидетели. Просто утром они видели что-то, что приняли за Луну. Это не преднамеренное что-то, чтобы сбить на стол. Так мы говорили. И поэтому Рабан Гамлиэль принял их свидетельство. Так говорили вчера. И получается, что между Рабан Гамлиэль и арабией Ишуа спор. И этот спор грозил привести к расколу еврейском народе. Так мы говорили вчера. И Рабан Гамлиэль весьма испугался, что так случится. И надо было на месте, что называется, покончить с этим расколом. И он приказал Раби Ишуа прийти к нему согласно его расчетам. То есть, если он объявляет, то пусть придет, когда его емкий пур, его емкий пур по расчетам, пусть придет к Рабан Гамлиэлю с посохом и деньгами. Так мы сказали вчера. И Раби Ишуа весьма был огорчен. К ним пришел Раби Акива и сказал, смотри, я тебе расскажу, что Рабан Гамлиэль прав. У нас есть посуг, который говорит, что нельзя нам сомневаться в том, что сказал Сандрин. Сандрин сказали. Если будем сомневаться, то так мы подведем под сомнение даже самого Машарабейну. Если мы подведем под сомнение самого Машарабейну, Боже упаси, то и стояние на Гарсенай, наверное, тоже, да, мы можем рано или поздно... Поэтому есть у нас такое правило, которое мы сказали вчера, весьма осторожно, а может быть даже чуть слишком, что есть такая вещь, как сказали мудрецы, так и будет. И в другом месте сказано, скажут тебе мудрецы на правое, левое, так оно и есть. На левое, правое, так оно и есть. Вещь, которая трудно укладывается в наших головах, в силу того, что мы привыкли искать истину, так сказать, как мы понимаем, да. Если это правая рука, так она правая рука, как можно у меня убедить, что это левая рука, так ли, да. Вот перед этим мы стояли вчера, и мы должны будем в этом разобраться сегодня снова, только чуть побыстрее, чтобы продвинуться дальше. Чем это закончилось? Раби Ишуа отправляется, да, его раби Акива убедил, что это так, и раби Акива в доказательство своего утверждения приводит тот самый пасук, из которого мы с вами учили, да, Базманам. Мои времена надо, как только пришло время, устанавливаем дату Рош-Ходыш. Там был пасук, Ваекра, да, времена. То есть, как только увидели, даже шаббат можно нарушить, чтобы прийти и объявить Рош-Ходыш. Так, пасук, из того же пасука мы учим, что да, там у нас местоимение «вы». Вы это сделаете. И раби Акива говорит, это вот утверждение «вы». То есть, если вы сказали, мне других никаких свидетельств не нужно. Что там на небе было, что не было. Сказали, да, и все. Ты сказал, все. Правда странно, да? Так мы спросим, а где же космические дали, а планета-то вращается, да? Луна-то, она что, перестанет вращаться от этого? Она будет планета вращаться? Что, система затормозится? На земле пришли и сказали, спор был, чтобы еврейский народ не раскололся. Сказали, вот так будет, что Луна притормозит движение. Притормозит. Как, что же такое, да? Вот это, на самом деле, действительно, в голове в нашей это не может ложиться, потому что мы знаем, что Луна все равно продолжает двигаться. Но, как сказали, на земле, так и будет. И дальше нам уже ничего не понять, господа. Как там с Луной будет, это не наша забота. Совершенно не наша забота. Равно, как не было нашей заботой, когда Луну и Солнце останавливали наши прадцы. Да, самый известный, еще Бенун, да, остановил. И, на самом деле, останавливали все наши прадцы. Просто меньше известно об этом. Наши Робейну, когда надо, останавливал. Наши прадцы, когда нужно были, останавливали движение Солнца. В силу всяких причин, нет на то время сейчас все эти причины объяснять. Только хочется на одно обратить внимание. С точки зрения космологии, как это смотрится, да? Вся система солнечная затормозила, да? Торможение, на Земле что-то произойдет, ураганы, буря. Представляете, сразу сколько инерции будет. А это влияет на вся система. Как это было, нам никогда не расскажут, мы никогда не знаем. То, что было, было. Может, геологи найдут где-то странные завихрения в воротах Земли. Я не знаю, что там ваши друзья на плоской Земле говорят. Это же африканские разломы. А теперь, я тут еще объясняю. Да, там видели горы, и аданские, и ладские. Объясняют то, что там что-то... Пролетело. Или солнце, или... Что-то летало. Господа, не досуг нам сейчас, действительно. Может быть, где-то каббалисты объяснят нам, как это было. Но даже если нам объяснят, мы не поймем. Короче, факт налицо. То, как это происходит, нам не понять, мы не видели. И не надо ломать над том головы. Вот что важно нам. Мы часто любим искать объяснение. А ну-ка, докажи, что правда, солнце останавливалось. Если не останавливалось, было торможение Земли. Если было торможение Земли, было торможение воздуха. Воздух сдвинул воду, вода сдвинула материки. Материки разъехались. Может, разъехались, я знаю. Говорят, они разъезжаются, да, материки? Они как-то были вместе. Ну, может, кто знает. Что, вы знаете, что мы уже сами расплывали? Ваш раздом, который упомянули, это и есть одна из тех? Нет, океаны же стоят на Земле. Какая-то под океанами, знаешь, что творится под океанами? Земля же не только на все реки, океаны тоже на Земле стоят. А они стоят на платформах. Платформы стоят на жидкости, которая горячая. И все это плывет, и плывет, и плывет. Это доказали ленинградские ученые. В 1970 году, в каком-то прошлого века, американские, ленинградские ученые, забыл, Эмилия, он привел интересную идею, что материки плывут все. Это он первый, а потом уже согласились. Как назывался первый этот материк общий, который был? Забыл название. Геннелан. Да, да, да. И они плывут. За счет чего они плывут? Что их движет? Он говорит, ветер. Все смеялись. Да, все смеялись. Американские, Америка огромная, ветер дул подул. Но не тот ветер, который дует у нас из мозга на сейчас. Не тот ветер, который дует у нас два дня, не тот ветер. Ветер есть сильнее. Вращается планета, и этот ветер мы не чувствуем. Он существует. Этот ветер дует на воду океана, и вода океана тоже движется. И вот это движение мощное, незаметное, оно очень незаметное, потому что она мощная. Я вам книжку предпочитаю. Да, это так и есть. Это киская проблема. А почему мне это нравится? Почему? Потому что мы с вами седьмого хешвана начали говорить. Мощи ворох, говорит, как говоришь. Двигающий ветер, да? То есть ветер приводит в движение все. Да. Но ветер приводит в движение все. Если ветер приводит в движение цивилизации целые, будет голод, не будет голод, будет развитие. Какая разница? Тем более, ему нет проблемы сдвинуть вместо какую-то несчастную Африку, вашу любимую. Но не, это главное. Пусть от нас это ускользает. Нам важно, что однажды было сказано и было сделано. То есть сказали евреи и будет так. На земле постановили будет новый мир. Как оно там на небесах меня не интересует. Еще один для вас пример, чтобы было как-то более-менее ближе или не пояснее. Есть Аллаха известная. Человек шел по пустыне и забыл, который день. Не было, ни интернетов не было, ничего не было. Пошел в пустыню, к бабушке через пустыню. Шел, шел и забыл, какой день. Лег просыпать, просыпается. Какой день? А шаббат когда? Как ему быть с шаббатом? Тот как только вспомнил, что шаббат, этот день у него шаббат. И он сидит в пустыне, отмечает свет, шаббат. Потом делает, отмечает нации шаббат и продолжает идти дальше. Но ему запрещены, правда, все время делать все работы, которые запрещены Торы. У него как бы шаббат навсегда теперь. Но он отсчитывает его шаббат. Там у него бабушка в деревне, у нее шаббаты помини нет. У нее только там емши-ши, а у него в пустыне шаббат. И шаббат настоящий. И когда он придет в будущий мир, скажет, по факту у тебя, ты как-то в шаббат настоящий. Ты шел по пустыне? Нет. В шаббат я сидел на месте. Потом шел. И на его шаббат настоящий. А что ему делать, если он придет к бабушке, а там... Ничего страшного, все. Два шаббата будет? Получает два шаббата. А вы же ни разу не летали в самолете. На? Ни разу не летали в самолете со скоростью звука. Или не знаю как. Короче, я раз вылетал из Башкирии в Харьков. Лету два часа. Вылетели в восемь, прилетели в восемь. Да, нормально, да? Интересное ощущение, да? Два часа жизни у меня есть в запасе. Два часа жизни с экономикой. Вы могли бы спрыгнуть с чего? И на лету? Ясно, какие бывают на свете вещи. Два часа у меня в запасе есть. В кармане. А тут из Сибирь летает тоже на запасе много времени, да? Два часа на лету. Получается, если в Москву улетели пять часов, а если назад четыре. Но. А скажите, а в Виталии есть такое место, где солнце не попадает вообще? Они специальное зеркало сделали. И они... Это не ко мне. Это в интернете, смотрите. Я не знаю, что такое даже. Хорошо, господа. Это я придел только для того, чтобы сказать. Сказали евреи и будет. Все. Шаббат сейчас. У меня шаббат настоящий. Сказали Рош Ходыш завтра. Завтра. Сегодня? Сегодня. А что с планетами, я не важно. Все. Это нам было важнее. Теперь Раби Ишу постановил, когда будет Рош Ходыш, чтобы не было раскола. Ему велено было прийти в Йом-Кипур, который он назначил, да? И мы сказали, он пришел к Рабан Гамлиэлю. Тогда, когда ему было назначено, да? Так мы сказали вчера. И Рабан Гамлиэль его расцеловал и сказал, учитель мой и мой ученик, да? Учитель, потому что научил его большой торе, а ученик, потому что послушался его. И, как мы сказали, счастливого поколения, в котором ученики, учителя слушают учеников. А это благодаря этому заставляет учеников более быть внимательны и усидчивы, скажем. Вот это вот диффузия между учитель и ученик, да. А зачем посох едений? Потому что все это мукцы. Посох это то, что он мог бы приди ко мне в Йом-Кипур, оставить все. И пошел бы как-нибудь, может, называется, можно было бы, как называется у нас, быщенуй, да? То есть шаббат я могу сделать, если человек забыл, идет в поле и наступил шаббат, у него в кармане деньги. Он может способы как передвигаться, да? Либо отдать их нееврею, либо положить на своего осла, либо, если некому, может идти с ними, два метра пройти, остановиться. Два метра пройти, остановиться. Потому что деньги это не запрет. Это мукцы запретили деньги в руках шаббат держать. Но запрещено перемещать, там нет и руок, какую-либо вещь, даже если она не мукцы. Поэтому разрешили вот таким способом, чтобы он не нарушил шаббат. То есть есть способ, как изменить так, чтобы что-то сделать. Он мог бы прийти к нему просто так, на расстоянии, без ничего. Говорит, я пришел к тебе. Нет, это было бы как бы компромисс, это не компромисс, это называется на вите литхакем, мудрство, что называется, да, литхакем. Он бы сделал это. Говорит, нет, ты приди так, как будто и будний день. Все, будний день. Вы правы, наверняка, если мы возьмем, открыли бы с вами геморрой, а марша, марша, то там, наверное, много что интересно сказано, именно почему это и это. Разумеется, ну, нам уже не до этого, господа. Вы сказали, что счастливое поколение... Которым есть такие, да. Которые вот ученики и учителя, они вот... Диффузия между ними, да. Да, я хотел бы добавить, аминь. Чтоб в нашем поколении именно так... Сейчас мы поговорим по нашему поколению. Сейчас мы поговорим о нашем поколении. Вчера мы не успели поговорить, а сейчас добавим. Вот наша мечта, мы как вчера объявили, мы сегодня сократили ее до невозможности, да, чуть-чуть, чтобы продвинуться в другом направлении. А наша мечта весьма актуальна, потому что мы сказали, что... Помните, каким образом Аарон и Маше надававигу и семьи смутрецов, мы сказали вчера, да. Почему не названы были семьи смутрецов? Чтобы мы знали, что каждый, если три еврея собираются, они как Маше и Аарон. Такой же сил у них есть. Такая же сила постановления закона, как у Маше и у Аарона. Такая же Коин и Маше и Аарон. А тут не важно. Это не связано, судить с Коинством не связано никак. Скажем так, Маше вовсе не Коин, он был Коином совсем немного был, служил Коином по совместительству, по временно исполняющим обязанностям. Он чем брат? Ну и что, чтобы брат? Брат, он левит, но не Коин. Коины появились после того, уже как намного поздно. Коинство как таковое и появилось. Короче, каждый, там где три еврея собираются, у них сила, как у Маше и у Аарона. Да, мы сказали вчера, это сила, Санедрина. Теперь, и что это означает? Поэтому есть такое правило. В любом поколении, когда есть лидер еврейского народа, каким бы он ни был, у него сила, как у Маше и у Аарона, менять природу. И поэтому Мишна приводит комментарий, не Мишна. Брайт в Гамарея говорит, был такой Гидон. Помните? Кто он был Гидон? Кто знает его биографию? В принципе, он был человек слабый. Он был человек неуч. Он был то, что у нас начинается Мишна, невежда. Помните, у Робана Гамлеяля была таблица для невежд. А Марец. Да, Марец. Был такой, был такой, да? Но он, пришло время и спас еврейский народ. Знаем историю про Гидонов? Кто же знает? Напомните, я просто что. Я думаю, что... Мы были под властью наших врагов. Он пришел, забрал людей, подкрался, всех разогнал, как обычно. И разбомбил. Все. Что ты рассказываешь? Сел на истребитель. И всех разбомбил. Все. И судил еврейский народ, пока не пришел новый... Сел на истребительный бомбить, там, бомбировщик. За рубавой же, не знаю. Да. Теперь, что... Но это имеется в виду... Теперь у нас еще есть был Шимшон. Шимшон тоже знает историю, да? Да. Он тоже... Образ называется не ахти какой. Рядно не поставишь на Шарабейна его. Он сложный образ в Танахе у нас. Но тут даже без подготовки, читая тех, не понимает, каким образом вообще я женился на нееврейке. И только то, что она им понравилась. Уже это много. Противоречивый образ. И как мы видим? Я вырезали вами от и дам. Да. Все. Я знаю, что вы знаете, кто такой Шимшон. И тем не менее, он тоже в свое время спасает свое поколение еврейский народ. Зачем эти образы в Танахе существуют? Они для того и существуют. Объяснить нам. Если есть, и Севышний решил, через этого человека я пошлю ему избавление, через него и будет. Потому что я решил так. И не важно, кто он такой. Все. Поэтому это сила. Поэтому если Санедрин еврейский постановил, нам запрещено расследовать за ним. Как это было? Сила еврейского Санедрина. Если они постановили, это меняет природу. Историю меняет все. Постановление еврейского Санедрина. И называется еще Парнас. Поэтому это великая должность. Парнас тот, кто кормит еврейский народ. Отсюда мы можем пойти дальше. Вчера мы не договорили, не хотелось. Это добавим. Добавим на сегодня. Немножко актуалее. Наша Мишнаска, она весьма актуальна. Она все Мишнает длятся назад вперед на все времена. Это узнаваемое на сегодня как ни что. Все наше современное правительство, которое мы имеем, нерелигиозное. Скажите, есть в этом правительстве что-то от Всевышнего? Конечно, есть. Все, что они делают, они делают. Более того, мы привыкли. Вот-то там левые и правые. Не знаю что. Но если правительство что-то делает для евреев, это значит, что Всевышний поставил дело. Они делают для евреев. Мы не имеем права сказать, что они не имеют права нам навязать их волю, потому что они нерелигиозные. Но даже в другом отношении. Все, что они делают, они делают волю Всевышнего. И они делают под, буквально, что называется, нет у них пророческого духа. Но они выполняют волю Всевышнего на своем уровне. Это у нас, у евреев так. И, конечно же, хорошо бы, чтобы наши лидеры об этом знали. Мы не играем в прятки здесь. И поэтому наши лидеры знали, что они посланцы Всевышнего. И тут весьма опасно, и у них наступает вещь, время. Если лидер делает хорошо для еврейского народа, то он находит милость в глазах Всевышнего. Это как раньше Испания, и весь народ вышел, и Испания сразу. Да, ну, сейчас говорят, говорят сейчас в Португалии, обратно зазываясь. Слышали евреев, которых выгнали? Они сохранили все списки. У них на списке сохранены, я-то не знаю. Кто сможет доказать, видимо, на свое правительство? А что там делать? Что делать в этой третьем мире страны? Что там делать? Ну, можно стать министром-то хочет, пожалуйста. А не там процесс свободен, министром быть. Господа, это то, что нам хотелось добавить. Да, что лидер еврейского народа представляет собой волю Всевышнего. И мы должны это знать. И лидер тоже знает, что он, если он делает хорошо для евреев, он получает от Всевышнего особую помощь. Знают ли наши лидеры об этом? Я не знаю, мне неизвестно. Да, я думаю, все-таки мы рабоним, которые об этом объясняют. И мы должны знать об этом. И, боже упаси, конечно же, что если они делают против еврейского народа, Всевышний с ними куда строже обходится. У них опасная должность. В любом народе мира лидеры Всевышнего не вмешиваются. Делайте, что хотите. У наших лидеров большое дело со Всевышним. Если они еще раз делают хорошие, нужные для еврейского народа, Всевышний идет, им помогает. Последняя атака из Азы. Сколько упало ракет? 450? Кто подсчитывал? Я слышал на уроке... Я... 49. Да? 200. И только от ужаса, от страха люди пострадали. Там и сям. И, господа, нам запрещено мимо этих... Я радио не слушаю принципиально. Этих врунов, еврейских, нееврейских запрещено. Слушать, называется, маша в лице. Новости хиланимные слушать и газеты читать не стоит. Ну, рано, как интернет и прочее. Ну, когда происходят вот такие события, митцва слушать новости. Митцва включить в день, когда идут эти атаки, и послушать, что происходит. Нельзя, я такой крутой, я не слушаю. Почему быть вместе со своим народом? Знать, где упало, что случилось. И поэтому, когда это... И слушая эти новости, мы говорим Севышнему... Почему мы слушаем? Не, чтобы мне скучно, я пью чай, и пью чай, на фоне этих новостей я что-то делаю. Нет. Чтобы сказать Севышнему спасибо. Мы должны говорить Севышнему, да, это чудо ты сделал нам. Да, конечно. Мы должны об этом говорить. Митцва. Человек шел, упал, кирпич с крыши, и мимо него пролетел в сантиметре. Он собирает друзей, делает трапезу, угощает всех и рассказывает о чуде, которое... Это так надо делать. Поэтому мы должны об этом говорить. Теперь, ну а как эти чудеса, присвоить чудеса, это значит, что наше правительство. Хоть для народа нашего хорошо, и это будет, да. А бывало хуже, были времена хуже. Бывали хуже времена. Для меня вот чудо, когда люди уедут. Для вас чудо это? Да. И все, да, и заканчивается это Мишна таким образом. Говорят слова Рабан Гамлеэль, глава Санедрина. Попросил извинения у Раби Ишуа. Он просил извинения, смотрите. Он, мы сказали вчера, он больший, да. И он встал и поцеловал, мы сказали вчера, да. Похоже на то, как в нашей главе Паваира, когда Авраам сидит, а Акадожбуху стоит. Это не уважение, как встать в караул. Это состояние. То есть, что Авраам, Аввину, обычно Всевышний сидит, да, мы сказали. А мы стоим перед ним. А есть, ну когда человек сидит, а Всевышний стоит, значит, что человек в своих качествах, он достиг уровня, как раз того, чего требовал от нас Всевышний, вберешит. По образу и духу я тебя сотворил. На нас митцва приблизится ко Всевышнему, прилепиться к нему, и нет такой географии в километрах, ни в чем, а в чем прилепиться, быть похожим на него. Он милосерден, я милосерден, он делает, но у нас еще интереснее, у нас с вами больше того есть сил. Однажды Всевышний воскликнет, победили меня сыны мои. Известная история с Раби Лезером, да, и свеча, да. Что ж победили? Вы можете сделать то даже, что я не могу. У Всевышнего нет ЕЦРРА. Как можно победить Всевышнего? Я вот это понять не могу. А как я победил Всевышнего? Ну, он был в очень высоком уровне. Как вы, давайте, значит, вернемся так, как вы понимаете, победил? Ну, это значит, что он оказался не прав, якобы. Нет, видите, поэтому я решил выйти. Выточни, да, победил, победил, это значит, что мы с вами сделали такое, что Всевышний не может сделать. Ну, как на войне. Что такое формула победы? Я победил, то есть, если мы будем с вами бороться на руках, я вас повалю, я сделаю то, что вы смогли сделать. Так ли, да, вот и все. Вы меня не повалили, а я смог повалить. Так точно, и надо победить Всевышний. Не война. Он нас напал, мы напали на него. Мы сделали то, что даже он не может сделать. Что не может сделать Всевышний, господа? Что он не может сделать? Да. Всемогущий Всевышний все может. А что он не может сделать, господа? Загадка. Ну, да, есть вещь одна, которую... Мы считаем, что он все может сделать, а как? На одну вещь он не может сделать. Всевышний, который сталкивает материки, разводит, сводит. Он не может за нас. Сходить миг. То, верно. Сходить миг у него же за нас. За нас он не может решать? Совершенно верно. Он не может за нас решать. Тоже. То есть все от небес. Как мы говорим, кроме страха небес. Совершенно верно. Всевышний не может мне навязать страх перед ним. Кажется, меня можно запугать, я буду бояться его. Но мы перед Рожешина говорили. Перед Рожешина. Есть раскаяние от страха, а есть раскаяние от любви. Когда мы побеждаем Всевышнего, мы сделаем то, что даже Всевышний может делать. У него нет понятия раскаяния, у него нет понятия греха. А когда мы падаем и встаем, вот здесь мы побеждаем Всевышнего. Раби Юшуа. У него не было греха, конечно, но сила, с которой он сделала это. Он же победил в своем. Он говорит, да. Он мог бы сказать, нет, я прав. Я хочу, как я. Я так постановил. Но ему приказали перейти, он пришел. И это подвиг. И поэтому, да. А поэтому Рабан Гамиле встает перед ним. Это поступок. Не каждому это по силам. Встает перед ним и просто у него извинения. И дал понять, что послал ему столь суровый приказ только ради теревоги. Как единая тора не разделилась бы на две тора, а народ на множество сект. Вот в чем был страх Рабан Гамиле. Сектанство могло поучиться. То есть, то, что мы, обратите внимание, ведь мы, и даже мы, будучи с такой мощной прививкой, ну что сделала с нами история за три тысячи лет. И появились у нас и тздуки, и караимы появились, и у нас появились еще реформисты. Всегда, к сожалению, откалываются от нашего народа куски глыбы и превращаются, как? Шароверы прививки. Это я не знаю, что это. Староверы, это было в России... Шароверы. Хорошо. Квадроверы. А они сейчас существуют? Есть еще... Кто? И существуют? И староверы, и тздукин существуют. И хасвишалом. И осталось зерно, которое мы называем с вами. Да? Фрушим. Фрушим называется фарисеем. В русском литературе почему-то это считается оскорбительное. Фарисейство. Крючкотворство. Мы с вами фарисеи. Фрушим. Мы с вами мифаршим. Мы объясняем Тору. То есть, Тора дана нам для того, чтобы мы ее объясняли. Она дана в наши руки. Кто-то поведет в наши руки. А что вот это поучение устной Торы, без которой смерть была бы. Без устной Торы фиор письменная просто была бы нашей могилой в пустыне. Мы вот этим говорили. Устная Тора оживляет письменную Тору. Поэтому мы сами себя прушим. Мы фаршим. Мы объясняем. Мы говорим, что имела Тора. Поэтому у Торы 70 лиц. У каждого из вас сидящего здесь. То есть, кто-то серьезно подходит к учению Тора, должен быть готов к этой вещи. Вы обязаны однажды сделать хидуш от себя, что называется. Вы должны однажды почитать пасук и сказать, здесь что-то есть и найти. И спросить. И сказать, да, ты прав. Здесь что-то есть. У каждого должно это быть. Не говоря уже о балахот, что у каждого из нас свои подходы к исполнению мицвод. Каждый свой индивидуальный подход к исполнению мицвод. И каждый из нас требует этого самого индивидуального. И это называется «Моя Тора». Но она у нас вся едина. При всем этом огромном многообразии, неповторимом многообразии, она остается единой. Это чудо, которому больше на свете нет, господа. Все. Это вот это чудо, которое, да. Чтобы у нас... Поэтому был такой страшный экзамен для раба Юшуа, который выдержал. А рабан Гамелеэль боялся, чтобы не разделился Тора на две Торы, а народ на секты. Все. Да, это была наша прошлая с вами Мишна. И мы переходим к следующей Мишна. Она, собственно, я так понимаю, и завершает идею свидетельств и постановления Рашхода. И в какой-то степени немножко продолжает то, о чем мы говорили, немножко продлим, но уже чуть в другом направлении. И с Божьей помощью, блин, да, дружу, пойдем говорить сегодня о Шафарот. А пока вот такое, Мишна. Рау Бей-Дин, веколь Исраэль, нехкеру Айдин. Лоиспіку ломар Микудаш, ад шихишках, гарезе меобар. Рау Бей-Дин, биль-Вад, амду шнаэм, яйду митнегэм, вайомру Микудаш, Микудаш. Рау Шалош. Веген Бей-Дин, вамру шнаэм, вешву, умеха, бригэм, эцэль гаяхид. Вайайду митнегэм. Вайомру. Микудаш, Микудаш. Шеэна ехид намар аль-йдэй адсмо. Что за, итак, последняя лоха, касающаяся свидетельств. Ну, почитаем по-русски, а потом осмотрим ее с птичьего полета, потом уже по местам. Видели его Бей-Дин и весь Исраэль. Ну, месяц, да? Теперь, что нового в нашей Мишне? Ну, почитаем, потом разберемся. И допросили свидетелей. Мне не нравится слово, допросили свидетелей, да? Допросили. Нехкиру. Видите, нехкиру, как допрос привели. Нехкиру, все-таки это еще хекер, это и изучение, проверка. Хекер, да? Лохкор. А? Проверили свидетельствую. Да. Допросить, ну да, представь, а хекер? Да, это и есть. Стол. Ну, как-то не коробит это слово. Допросили, да? Страшновато. Допрос. Мы все перепуганы словом допрос. Кто? Мы хакер? Хакер, хакер. Ну, хакер, хакерот, хакерот, расследование. Хакерот, это расследование. Поэтому расследовать свидетелей. Хакер, исследование. Исследование, расследование, да. Хакер. Исследование, расследование, допрашивать. Допрашивать тоже, доходит. Значит, он перевел когда. Я бы все-таки перевел, обследовали, исследовали, проверили свидетелей, мне кажется. Все-таки это не страшновато, это просто. Ну ладно. Перели-перели. Кому как. Я до сих пор напуган романами про Сибирь, про Сталина, про следователей. Поэтому я боюсь слова допрос. Хорошо. Итак, допросили свидетели, да. Но не успели сказать освящен. Помните, мы говорили, да? Как вы были уж на. Пока не стемнело. То есть мы видим оттуда, что Аллаха как только сказали. Да, правильно вы объявили. Сразу пока не стемнело. Микудаш, Микудаш. Освящен, освящен. Два раза как мучили. Микрей. Микрей-кодаш. Микрей-это множественное число. Двойственное. Два. Меньшее из множественного. Поэтому мы учим оттуда два раза. Микудаш, Микудаш. То пока не стемнело надо это сделать. А если стемнело, то все. Пока не стемнело. Тогда в этом месяце 30 дней. Нормально. Видели его только мудрецы Бейдина. И станут двое. И засвидетельствуют перед ним. И скажут, освящен, освящен. Видели его трое. И они, Бейдин, встанут двое из них рядом с оставшимся в одиночестве. Посадят товарищей своих. И засвидетельствуют перед ним. И скажут, освящен, освящен. Потому что один недостаточно надежен, чтобы принять решение в одиночку. Ну что тут у нас происходит, господа? Птичьего полета. Наша Мишна о чем говорит? Вот так можно сказать. Приближаясь чуть ближе. Мы сказали, что... А ведь мы заканчиваем часть трактата. Рошашина. Новый год. Которая занимается свидетельствами. Все. Достаточно поговорили. Уже сколько месяцев. Теперь вопрос естественный. А сам Сен-Идрин что, не видит? Да? Сам Сен-Идрин видит? Видит. Понятно? Понятно. Что у них нет глаз? Есть глаз. Поэтому почему? А может быть такая ситуация, что однажды Сен-Идрин сам увидел Луну? Может, может. Почему до сих пор не задали вопрос этот? А может свидетели и даром не нужны нам? Вышел Сен-Идрин на балкон. Случайно увидел весь Луна. И сказал. Микодэш. Может такое? Может должно быть такое даже. Может. Более того, здесь Мишна нам скажет еще интересную вещь. Действительно было бы лучше. Так. Вы поняли, да? Сам Сен-Идрин, тот, этот орган, законодательный орган, быстро, оперативно работал. Увидел, сказал, объявил. Все. Что ждать? Еще раз. Такая ситуация гипотически возможна. И более того, она нужна для некого исследования вопроса. Какое будете здоровы? Какое исследование вопроса? На самом деле, действительно таки, хорошо, чтобы так и было. На самом деле, это лучше всего. Это, скажем так, Мегадрин, Мензомегадрин. Это самый лучший способ. Вот как? Почему? Потому что есть известное правило. Как говорят, да? Лучше один раз увидеть, чем сколько? Пять раз услышать, да? Сто слушать. Да? Есть такая поговорка. Это не только в русском языке, а и на иврите. И Мишна говорит. Есть такая вещь. Не сравнить услышавшего с увидевшим. Все очень просто. Поэтому, когда мы с вами учимся, если по-настоящему освещать Луну, то Станедрин увидел своими глазами. Не надо никаких... А ведь свидетелей рассказывают. Они слушают. То есть, я когда выслушиваю свидетелей, я выслушиваю. Получается, сто раз. А лучше увидеть самому. Это было бы здорово. Более того, говорят нам комментаторы. Так оно и было изначально, когда в глава Бо, да? Когда наша история началась с всего. И Берешитминская, надо было книгу Берешитминской, начать. А Ходыша Зе? Выходим из Египта. И нам нельзя выходить из Египта голыми. Холодно. За стенами Египта. А мы голыми выходим оттуда. Что есть голыми? Ни одной митцвы нет у нас. Мы без митцвы пропадем. Там батюшка фараон заботился о нас. Бесплатное образование, лечение, тюрьма. Все бесплатно было там. А там за воротами холодно. Там настоящая жизнь, свобода. А ты голый. Поэтому нужна одежда. Одежда, митцву. Да, мы выдали. Поэтому нам дали митцву. А Ходыша Зе? Месяц этот. Первая митцву, которую мы получили. А месяц этот будет вам. Мы говорили, помните? Сколько раз уже говорили. И именно так, как это было. Всевышний говорит Машарабейну. Смотри. Вот такой месяц. Поэтому первое свидетельство. Первый, кто был. Машарабейну. И первый месяц, который он постановил. И потому все праздники в тот день выхода из Египта, в тот год, были постановлены, потому как увидел Машарабейну. Не забывайте, это был первый, что он увидел. Первого Ниссана. Он увидел, говорит, вот. И это был самый идеальный способ освещения Луны. Так бы и надо делать. Да, получается. Все. А почему что случилось? Мы сказали, все-таки мы решились. И все-таки Тора нам повелевает через сухим другие, чтобы мы это делали через свидетелей. Все равно, да? Вот чем занимается наша Мишна. С одной стороны, идеально, чтобы сам Санедрин увидел и сказал. Техническая проблема есть в КВД. А что, Санедрин нечего больше заниматься, как стоять на балконе и глядеть на небо, да? Понятно, что не заняты. Они судят, решают что-то. Понятно. Поэтому это техническая проблема. Но помимо технической проблемы, есть еще и то, что может быть идеологическое. Будьте здоровы. С самого начала трактата мы сказали, свидетели должны быть. Именно. А почему? Потому что мудрецы и Санедрин это мудрецы. Мудрецы, да? И рабоним, которые сидели в Санедрин, это было особое махлака, особое отделение. Не каждый, находящийся в Санедрине, имел право заниматься таким образом, как постановление месяца. Нам легко теперь, да? Глянул календарь и сказал. Рошходыш. А раньше это было, называется, постановление суда. То есть сидели серьезные рабоним, которые знали то, что нам никогда настолько, может, такой знаемый, о творении мира, Аллахот. И они судили объявлять или не объявлять новый месяц. Это мудрецы Торы. И не каждый из членов Санедрина мог входить в эту. Не каждый мог. Это называется уровень, да? Поэтому, если ты скажешь так, пусть Санедрин сам смотрит на небо и рассказывает, тогда мы сразу теряем важное. А сказал тот же самый, по сути, сказано, да, любой еврей может. То, что предыдущая, да, говорила Мишна, предыдущая Мишна сказала, она очень важна. Да, любом пока... Если ты скажешь сейчас только такие, как Машарабейну, а будут времена, когда Машарабейна у нас не будет. Мы в Галуте окажемся, и не будет у нас больших рабоним, и не будет у нас Санедрина, а мы уже готовы к этому. Мы готовы к тем, что нам позаботились. Все-таки, поэтому так родилась эта Мишная, так и Аллаха. Даже если может Санедрин, нам нужны простые свидетели, которые, как мы сказали, как те семьи смудрецов. Они как Машарабейна. Поэтому у каждого еврея есть сила, как у Машарабейна. Вот почему нужны... Поэтому наша Мишная и разнимается. Она говорит, с одной стороны, лучше всего бы вот так было. И дальше она объясняет даже, а теперь хорошо, как бы сделать так. Увидели трое. Да, увидели Бейдине трое. Есть Израиль. Просили свидетели. Не успели сказать. Священ? Священ. Теперь. А если увидели только мудрецы Бейдина? Все. Автоматически, да? Нет, что говорит Мишна? Весь Бейдин. У них был, не знаю, перерыв на чашку кофе, вышел на террасу, вечереет как раз аккуратно. Или, может, Нинха была, не знаю. Ах, смотрите. Вот она. И сразу. Микудешет, Микудешет, да? Логично? Нет. Какая процедура? Их заставляют делать процедуру. Какая процедура? Стану двое. Для простоты взяли троих. Как обычно, да? Почему троих? Так проще. Сколько там? Вышли трое. Малый Сенедрин. Три. Бейдин. Три. Реверея. Судили каком-то. Вышли. На Минху. Совсем калалом. Вы видели? Трое. Вот весь Сенедрин. Трое вы здесь. Объявляй на месте. Нет. Почему? Процедура какая? Двое станут свидетелями. А третий будет их проверять. Среди мудрецов. Да? Служили три товарища. Поэтому двое из них становятся свидетелями. А тот третий, он тоже свидетель. Ну а теперь играют как бы хас-фешалом. В кавычках, да? Ребята, сыграем бейдин. Хас-фешалом. Игаты. На паражник. Нельзя так шуртить. Хас-фешалом. Но тем не менее, они на месте разыгрывают, да? Двое из-за свидетелей стоят перед ним. И скажут, освящен, освящен. Все. Так и так может, да? А рядом с оставшимся в одиночестве спастят от товарищей своих. И засидеться перед ним. И скажут, освящен, освящен. Теперь говорят, что Мишна говорит. Тот, который остался в одиночестве, к нему добавляют еще. Да? Они теперь, почему? Ну, не гайд, почему надо? Один, ну, не Санедрин, да, получает? Они поделили. Сейчас пошли свидетели. Трое было. Один остался. Мы играем до конца в кавычках. Хас-фешалом. Санедрин. Надо настоящий Санедрин. Поэтому этот один остается. К нему присоединяются, которые остались в зале. Приходят. И перед ним они говорят. И это сам Санедрин, господа, поделился. И на свидетели, и сразу, да, и на постановление. Но даже так. Мы должны были сохранить идею свидетельствования. Чтобы мы не привыкли так автоматически. Хотя, в принципе, по теории, там же на балконе сказали на всему Израилю. Микудешет, Микудешет. Самый лучший псак был бы, да? Нет. Мы должны были поделиться и сделать вот такой импровизированный Санедрин. Только для того, господа, еще раз, чтобы сказать, чтобы мы знали, что все-таки, несмотря на то, что не похож тот, кто видел, тот, кто слышал, мы должны брать свидетель и слушать от них. Вот такая наша мечта завершила наш с вами часть трактата, которая занималась свидетельствами. Зеу. Зеу. Все. Есть одна вещь, я не знаю, вот здесь Мейерик пишет, начинает рядом с там, присоединяет к одному. Интересно. Ну, там, я не могу сказать, я прочитаю все равно. Мишна, один остался, к нему присоединяются, других присоединяют, да? А других сколько? А, может, до троих достаточно, а может, всех, чем лучше, чем больше. Мишна имеет в виду случай, когда трое, видевших луну, принадлежат к выдающимся мудрецам Санедрина. Самые-самые, да? Тогда они разделяются, и к самому авторитетному из них присоединяются еще двое мудрецов, а образуют таким образом бейдин, перед которым двое оставшихся вступают в качестве свидетелей. То есть здесь, чтобы разбавить их выдающейся, они все выдающиеся, все. Поэтому двое против одного, чтобы не... Они же выдающиеся! Сейчас мы это, как бы, должны аннулируть, эту выдающуюся, осталось. Поэтому оставляю до одного. Галам! Все, господа, третья часть нашего трактата, и мы сегодня с Божьей помощью в Блинетер переходим уже к тому, что мы, собственно, делаем в Рошашана. С тех пор у нас были свидетели, которые свидетельствуют в наших месяцах, когда наступает какой-нибудь Рошашадыш. Согласно этому мы рассчитываем все наши праздники, и наш год, как мы сказали, делится на 4 праздника, которые по-своему все судят мир на воду, на тору, на хлеб. Это наши праздники. И поэтому нужен нам календарь, чтобы знать, когда судить нам население земное, да, все. Поэтому, но в центре этих всего, Рошейхадыши, Рошейх новых годов, конечно же, Рошашана, которая главная наша Рошана, потому что судится все живое, как таковое, да, сукот, сколько будет воды, в песта, сколько будет пшеницы, да, сукот, сколько будет торы, а в Рошашана, сколько будет живых, чтобы все это делать. Кому продолжить, а кому уходить, не про нас будет сказано, да. Вот и все. И, разумеется, что этот день трубили в шафар, это, да, так называется, Йом Труа. И следующий раздел, третья глава Масахета нашего трактата занимается, собственно, тем инструментом, которыми работают в этот самый Новый год, когда судят. Ах, какая простая мишна. Все шафарот пригодны для исполнения заповедей. Да? Рок. Чтобы отрубить Рошашана, нужен рок. Все рога пригодны. Как всегда у евреев, да, сначала все пригодны, оваль, но. Знаете, как, Рав, собрание родительское, приходишь к Раву, своего сына, и Рав начинает. Ой, эзо елит, эзо моток, оваль, но. Сначала хорош, а потом но. И, понимаешь, ждешь этого главного но. Это вот это пропускаешь, что понятно, понятно, да, да, это я знаю. А вот это но, 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 но. Так вот здесь. Даже не скажешь ли я, потому что все про евреев. Все шафары годятся. Кроме коров его. Вот тебе надо, да? А что же ты так говоришь, все шафары? Скажи, правильно, все шафары годятся. Все рога, которые есть, годятся. Начинается, на самом деле, странная мишна. На самом деле, мишна, по-настоящему, вот так, годится только бараний рог. Все. Только бараний рог годится в шафар. Нет, начинается. Все шафары пригодны для исполнения западей. Кроме коров его. Потому что он рог. Дойдем. Потому что он рог. Рог. Все шафара, да, что такое шафара? Да рог. Потому что рог, а коровы, нет, все годятся уже не рога, а у коровы ты рог. Пока непонятно ничего. Ладно, так сказал Робиоси. А как сказал он? Да, ведь шафары называются рог. Как сказано, когда затрубят бараний рог. Робиоси приводит, говорит, итак, мишна, снова. Все шафары пригодятся к корове коровы, потому что это рог. Робиоси спарит, говорит, ну и как? Ну а почему корове рог сделали не кошерным? Не только все шафары называются рог. Да? Керен, наверное, называется рог. Не знаю, почему ты решил, что корове называется рог. Тут взял, а все шафары, все называют. И сказано по суке шаяу, и как сказано, и трубите в рог. Когда он войдет на нужный год. Да? Все. Вот такая наша мишна, которая перед нами. Толк. Что в этом было странного, да? Во-первых, две причины, почему коровий рог, как вы уже правильно сказали, да? Но их причина есть еще техническая. Что коровий рог с принципом похож на... Сделаем так еще раз. Перед нас еще будут два животных в конце там, которых тоже рога их не пойдут на дело. Вот. Это рога газели и оленя. Их рога тоже не пойдут. Но мишна их не потребляет почему-то. Она говорит, только шафар и рог, да? И коровий. Почему? Из этого мы учим. Но из чего делают шафар от слова шфарфер? Трубка. Поэтому мы с вами учимся в биологии сегодня. Рога-то, конечно, рога и копыта есть. Но рогу разница. Нужен рог, который представляет собой трубку. И не у каждого кошерного животного рога представляет собой трубку. Вот газель и олень, я думаю, антилопа туда же отходит, да? И дикие и северные олени туда же ходят. И лось. Я просто всех добавляю. А мишна просто сделала направление в этом. И все. Я не знаю, как в биологии называется это ответвление. У них рога не полые. Не полые. Кто нашел в тайге рога олени, распилил там внутри. Нет пустоты, так ведь, да? А полый рог только у барана. Или домашнего, или который в Энгеде вы недавно видели, да? Бегали, видели? Чтобы шафар делать. Чтобы шафар делать. Да. И он внутри полый. Конечно, не полый в начале внутри. Внутри-то находится хрящ. Эти рога сначала сушат долго на солнце. Хорошенько сушат. Потом бросают их. Шторки. Шторки. Штора. Шторки. Занавес. Занавески. Что? Поэтому потом их варят. В горячей воде. И вытаскивают наружу этот хрящ. И получается полурод. Вот такой. Но на самом деле, тогда, если вы сказали, что в этой шфарфера тебе нужна трубка, а у коровы тоже пустой урок внутри. Почему корову тогда отдельно поставили? Как вы правильно сказали, у коровы свои заслуги. Золотой телеонок. Золотой телец. И поэтому здесь какая идеология. Есть такое правило. Не может обвинитель быть защитником. Не может обвинитель быть защитником. Нет такого, да? То есть, когда мы видим рог коровы, мы сразу вспоминаем золотого телца. В рог шашина вспоминать золотого телца, это не самое лучшее время, господа. Золотой телец это корень всех наших бед. Корень всех наших грехов это золотой телец, о котором мы сейчас поговорим уже, да? Поэтому в рог шашина то, собственно, мы из-за него и встречаемся, и пытаемся делать чува, избавиться от того, что мы сделали тогда в пустыне. Поэтому по этой причине мы не трубим рог коровы. Чтобы не напоминать себе такой, не напоминать Всевышнему, а лявнили сатану, что на этот рог показалось. А вот он, вот что вы пришли тут мне просить прощения о своих руках память о золотом телце. Напрочь отсекаем память о золотом телце, чтобы сделать настоящую чува, надо напрочь, в всех отношениях уйти от золотого телца. То есть в митцве, которую я делаю, не должно быть никакой примеси, намеков на грех. Деньги, которые украли, закон не дают, обманом не делают. В общем, все, 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 нельзя. Нет такого понятия война, все спишет. Служить Всевышнему надо только чистым, чистым золотом. Всего хорошего, а не сиямте живу.